Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и кроме пошаговых стратегий я еще люблю и настольные игры. У меня даже есть плейлист на канале, в котором я делал обзоры, например, Манчкина, Эволюции, Зелье Варенья. Ссылка на него появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к видео. Так что на настольные игры я периодически обращаю внимание. Даже делал ФФА-сериал по настольной циве, между прочим. А еще у меня, к сожалению, не так много времени, чтобы встречаться с друзьями, собираться всем вместе и за одним столом сидеть, играть в настольные игры. Более того, многие настольные игры еще и требуют долгого времени на то, чтобы в них разобраться. Поэтому, к сожалению, не так часто получается сыграть. Но я очень люблю, когда настольные игры переносят на компьютеры. Потому что я считаю, что вот эти переворачивания карточек, переставления фишек большим количеством, оно может быть и прикольно поначалу. Но лично меня очень со временем начинает напрягать и утомлять. И хочется какого-то удобства. А когда настольная игра перенесена в оболочку компьютерной игры, становится в нее приятно играть. Я вам уже показывал The Witcher Adventure Game, настольную игру во вселенной Ведьмака, которая продается и как настолка, и как компьютерная игра. Gremlins Incorporated я вам показывал часто, хотя здесь немножко другая история. Такой настолки просто не было. Она изначально делалась как компьютерная, но выглядит реально как настольная игра. И вот сейчас вы смотрите обзор игры Through the Ages, то бишь «Сквозь эпохи». Это карточная настольная игра, разработанная чехом Владимиром Хватилом аж в 2006 году и тогда же выпущенная. На данный момент в мировом рейтинге настольных игр Through the Ages находится на третьем месте. То есть вы представляете, насколько она популярна? Я пользуюсь рейтингом сайта BoardGameGeek. Я думаю, это самый популярный агрегатор настольных игр. Through the Ages — это любимая нами симуляция цивилизации. То бишь мы проводим свою нацию от первых поселений до гегемонии в мире. И вы удивитесь, но делаем мы это сквозь века. Причем в отличие от настольной цивы, Through the Ages в компьютерном варианте выглядит попроще. Однако я посмотрел обзоры людей, которые играли в настольную игру, посмотрел, как они это делают, почитал, что игра у них занимала часов 8 и понял, что я сам пробовать настольную Through the Ages не хочу. И, пожалуй, главная причина, почему игры там так затягиваются, потому что здесь очень много всяких ресурсов и фишек, которые надо постоянно подсчитывать, перекладывать, переворачивать. И, судя по всему, именно это занятие занимает большую часть хода. И очень здорово, что сквозь века Through the Ages была разработана и для компьютеров. И все вот эти трудоемкие перекидывания синих кубиков, желтых фишечек, красных параллелепитиков с одной клетки на другую, этим всем занимается компьютер и занимает полсекунды. Я вообще считаю, что все настольные игры надо уже давно переносить на компьютеры, планшеты. Они не потеряют своего очарования. Конечно, есть игры, которые хороши только живьем, да. Например, Dixit или Mafia. Согласитесь, когда ты играешь в мафию в интернете, это совершенно не то, как ты же играешь с живыми людьми, которых ты видишь. В чем же заключается игровой процесс? На самом деле, я, конечно, могу вам полностью сейчас описывать механику игры, но оно того не стоит. Потому что вот это описание, оно реально сложное. Но когда ты один раз сыграешь, то тебе становится абсолютно понятно, что тут делать. Поэтому я поступлю проще, просто сделаю стрим чуть позже through the ages, и вам станет намного понятнее, как в нее играть. Игра хороша тем, что действительно в довольно короткой партии показывает развитие вашей цивилизации. То есть здесь вполне уложится и в полчаса, и в 40 минут. Причем компьютер играет сильно. Я не сразу смог его победить. По моему мнению, у игры есть две проблемы. Во-первых, это цель игры. Побеждает нация, которая наберет больше всех культуры. И все. То есть возможность победы тут одна единственная. Именно та нация, которая набирает больше всего культуры в конце игры и побеждает. Что, как мне кажется, несколько сужает вариативность. Хотя, конечно, достижения этой победы действительно могут быть разные. И каждая партия в through the ages будет необычной, оригинальной, не похожей на предыдущую. Вторая моя претензия, что здесь все-таки уменьшено влияние войны и военных юнитов. И больше упор идет на развитие. Никого завоевать и вообще убрать из игры вы не сможете. Тут есть только два варианта агрессивных действий. Либо в свой ход какое-то агрессивное нападение, такой рейдерский наскок. Вы получите немножко ресурсов. Второй вариант это война, которая тоже длится только один ход. Просто сопернику дается возможность еще от вас отбиться. И если вы побеждаете в этой войне, точнее лучше так сказать, если при рейде вы нападаете, а соперник защищается, если он защитится, то вы ничего не теряете, то в войне, даже если вы ее начали, вы ее можете проиграть. И проигравший потеряет приличный ресурсов, но это не помешает ему в дальнейшем победить на самом деле. А так, в принципе, как в любой пошаговой стратегии, как в цивилизации, вы повышаете население, используя жителей, вы улучшаете добычу ресурсов. Два главных это производство и еда, и второстепенная наука, счастье и войска. Чем больше у вас населения, тем ниже счастье. Вам надо строить храмы, чтобы это счастье не мешало вашему развитию. Могут быть восстания, другие формы правления, которые увеличивают количество очков, доступные вам на ход. И так далее, и так далее. Но сам процесс, конечно, для любителя пошаговых стратегий и цивилизации, он неимоверно захватывающий. Тем более, что игра динамична. Здесь всего три эпохи. В каждой эпохе свои лидеры. Да, вы, кстати, можете лидеры менять. Вы начинаете не за какую-то определенную нацию, а абсолютно равные со всеми условиями. Отличаетесь вы только цветами. Потом выпадают карты, и вы можете использовать лидера, которые достались вам. Кроме того, тут есть и чудеса, технологии, и даже карточки событий. Это все делает каждую партию уникальной, потому что всякий раз и технологии, и лидеры, и события вам выпадают абсолютно разные. И как бы вы себе не напридумывали наилучший путь к победе, я думаю, это в любой игре есть. Но дело в том, что в данном случае вам просто этот путь может не выпасть. И вам придется придумывать что-то новое. Это видео вышло при поддержке глобальной космической браузерной стратегии console.war.ru. Если вы сомневались, заходить ли в игру, потому что вы там ничего не поймете, то сообщаю, что разработчики улучшили обучение, добавив кучу пояснялок с картинками в формате комиксов. Да, и развитие теперь ускорилось. Так что заходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и используйте кодовое слово «Леша играет». Как я и сказал, компьютер здесь играет против вас очень сильно. Да, здесь есть и сетевые партии, но я, откровенно вам скажу, не пробовал, просто потому что мне сейчас достаточно и компьютера по силе. Тут, кстати, пожалуй, самое веселое обучение, которое я видел в компьютерных играх. Обычно, вот, знаете, так не хочется проходить обучение, просто потому что там вам показывают какие-то такие банальные вещи, очень нудно, очень долго, как будто вы имбецил. Здесь же, в Through the Ages, я вам настоятельно рекомендую пройти обучение, если вы не посмотрите мой стрим, где я объясняю, как в неё играть потом. Просто потому что самому разобраться, вот, вообще, когда ты впервые её запускаешь, нереально. Но само обучение сделано очень весело, потому что в роли учителя выступает автор игры, и он с такими шутками, прибаутками, постоянно переговариваясь с лидерами нации, там, с Леонардо да Винчи, показывает вам, что в игре важно. Причём он это показывает именно на примере геймплея, а не говоря, вот там, эти фишки надо туда положить, потому что они производят это и это, и причём постоянно вас заставляют решать геймплейные задачки, чтобы вы уже втягивались в игровой процесс и понимали, что происходит. Но здесь есть большая ложка дёгтя, огромнейший минус для многих из моих зрителей. Игра на английском, русского языка тут нету. Не скажу, что много текста придётся читать, но его читать желательно, чтобы в эту атмосферу вникать игры, ну и вообще понимать, что та или иная карточка делает. Ещё раз упомяну, что в игре есть механика событий, и интересна она тем, что формируется самими игроками. В определённый ход вы просто отправляете в колоду карточку события, которые у вас есть в руке, исходя из того, что она может вам либо бонусы принести, либо соперникам какие-то штрафы. Но дело в том, что вы не знаете, когда она выпадет, потому что колоды с этими событиями будут перемешаны и в случайном порядке появятся. А к тому моменту, когда она может появиться, то те условия, которые были описаны в этой карточке, могут уже стать для вас, наоборот, негативными, и вы сами себе сделаете плохо. То есть это, опять же, одна из стратегических составляющих. Вам надо вперёд продумывать то, что вы делаете. Что мне всегда и нравилось в пошаговых стратегиях. За счёт чего достигается стратегическое разнообразие вообще, кроме событий? А в том, что вы можете делать комбо с помощью лидеров, которые у вас есть. Или играть, например, только через технологии. То есть прокачивать ваши лаборатории и получать бонусы именно с очков науки. Либо, например, через строительство. То есть построить крепкую экономику и за счёт большого прироста ресурсов вырываться вперёд. Единственное, опять же, повторюсь, армия в этой игре слабовата. То есть здесь не так стоит бояться, что на вас нападут и что-то сделают. Это не настолько много приносит проблем, как хотелось бы. Мне очень бы хотелось в комментариях увидеть тех людей, которые играли в Through the Ages в настольную версию. И если они пробовали компьютерную, то почитать ваше впечатление о ней. Мне же компьютерная версия точно приглянулась. Это оригинальная пошаговая стратегия для быстрой партии на 40 минут. Да, для пошаговой стратегии 40 минут это быстро. Я, несомненно, игру рекомендую. Кстати, Бульб, привет тебе. Я тебя троллил, что я нифига не понимаю в этой игре. Ну и обещаю постримить ещё и конкретно игру против компьютеров, чтобы вам стала понятна игровая механика. Загляните на consoleworld.ru и играйте в умные игры. Спасибо, что застарели до конца. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько прос. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы царели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом всё. Играйте в умные игры.